Muy buenos dias mis queridos amigos. Добрый день, мои дорогие друзья. Como están? Как вы? Сегодня мы продолжим разговор о вопросительных местоимениях que и cual. В частности, о различиях между ними. И перед тем, как начать, я хочу напомнить вам то, о чем мы говорили в предыдущем видео. Итак, вопрос. Que es? Мы спрашиваем о том, что такое вот это нечто. Que es? Потом идет название. Que es el mate? Что такое mate? Или mate по-русски. Ответ. El mate es una infusión hecha con hojas de yerba mate. Mate это такая, ой, как это называется, настой, да? Сделанный из листьев травы mate. Но если у нас стоит cual, вопрос, да? Qual es? То после cual es у нас, как правило, стоит определение. И мы спрашиваем о названии. Либо об имени. Qual es la infusión más popular en Argentina? Какой настой самый популярный в Аргентине? Да, настойный напиток. Да, вот настойный. Es el mate. Это mate, конечно же. Теперь я хочу с вами пойти дальше. И давайте поговорим о следующих различиях. Условно назовем его различие номер два. Итак, после вопросительного местоимения que мы можем ставить существительное. Внимание, вопрос. Que ciudad es la capital de Costa Rica? Какой город является столицей Costa Rica? Ответ. San Jose. Да? San Jose. А еще его называют? El Chepe. Chepe, да? Chepe. Chepe это уменьшительно воскательное от Jose. Но после cual мы не можем ставить существительное. Мы спрашиваем. Qual es la capital de Costa Rica? И ответ будет San Jose. То есть после que мы ставим существительное. А после cual мы ставим существительное. Ну, еще один пример. Que coche quieres comprar? El rojo o el negro? Ну, какой автомобиль ты хочешь купить? Красный или черный? Que coche? А вот cual так нельзя. Это будет звучать так. Mira estos coches. Qual quieres comprar? El rojo o el negro? Посмотри на эти автомобили. Которые ты хочешь купить? Красный или черный? Ну, что интересно, что вот это правило, что после cual, когда после cual мы не ставим существительное, применимо именно в испанском языке Испании. А вот в Латинской Америке после cual очень даже так себе можно и поставить существительное. Мы можем сказать cual coche quieres comprar? Но это будет уже звучать сильно по-латинно-американски. То есть в зависимости от того, какой вариант языка вам нужен, вот вы уже выбираете. Следующее отличие. Попросительное местоимение que используется, когда мы спрашиваем о разнородных объектах. А cual, когда мы спрашиваем об однородных объектах. Давайте немножко попроще, да? Пример сразу же, да? Que queres comprar? Что ты хочешь купить? Un coche o una bicicleta? Автомобиль или велосипед? Видите, автомобиль это одно, велосипед это совсем другое. А если cual, то опять же нам поможет предыдущее предложение. Mira a estas bicicletas. Qual quieres que te compre? La roja o la negra? Смотри на эти велосипеды. Какой хочешь, чтобы я тебе купил? Красный или черный? Вот видите? Qual, спрашиваем об однородных объектах. А que, можем спрашивать о разнородных объектах. Ну что ж, это, наверное, все на сегодня. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.